Рассказать обо всем, что наболело. Сегодня к прямой линии с Владимиром Путиным было приковано внимание практически всех средств массовой информации и большого числа россиян. Пообщаться с президентом России можно было, дозвонившись в студию или задать вопрос с помощью короткого видеообращения. Согласно данным Центра обработки, больше всего россиян волнует тема воссоединения с Крымом ситуации на Украине. Кроме того, в обращениях люди затрагивали вопросы коммунальной сферы, социального обеспечения и работы местных властей. В то время, когда федеральные каналы транслировали прямую линию с Владимиром Путиным, мы поинтересовались у горожан, пытались ли они задать президенту вопрос. Многие признаются, что дозваниваться и не пытались, но о том, что наболело при случае, рассказали бы главе государства с удовольствием. «Хотела я до этого позвонить по интернету, узнать по поводу, получает ли у нас президент пенсию и какую пенсию получает. Вот это вот хотелось бы сравнить». «Маленькая пенсия у нас, минималка мне. Работала почти 38 лет, а пенсия маленькая, потому что зарплата была маленькая». «В Оренбурге этот бизнес и так настолько тяжело вести из-за того, что это большие деньги, во-первых, они долго отбиваются, но еще и плюс ко всему налоги душат прям всех. И я это на себе реально испытываю, то есть с начала этого года. Вот бы, что я вам рассказал». «Работы нормальной нету, зарплатят мало, а что взять ипотеку? Надо не менее, вот у меня у сына двое детей, надо не менее 50 тысяч доход на семью, чтобы взять ипотеку. У них нету, где они будут жить? Как они возьмут ипотеку? Кто им дать жилье? Вот это, по-моему, самая большая проблема». Напомним, первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. Нынешнее общение главы государства с россиянами в таком формате стало 12-м и вторым в ходе этого президентского срока Путина.